Всем привет! Сегодня я с вами поделюсь рецептом очень вкусного шоколадного торта с клюквой. Для бисквита нам понадобится яйца 5 штук, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером в течение 2 минут. Когда появилась пенка, начинаем вводить сахар 150 грамм. Вводим частями и взбиваем еще 5 минут. Масло должно стать пышным и увеличится в объеме. Добавляем растительное масло 75 мл, 100 мл кефира. Еще раз перемешаем. Соединяем 160 грамм муки, 30 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя. Какао я использую алкализованный. Покупала его в кондитерском магазине Baker Store. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании. Просеиваем сухие ингредиенты и перемешиваем лопаткой снизу вверх. Долго не мешаем, просто соединяем все ингредиенты. Выливаем тесто в форму, у меня 20 см, можно 22 см. Ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Готовый бисквит остужаем. Я когда его остужаю, переворачиваю, так как верх бисквита немного поднимается. Перевернули. Накрываем его, например, разделочной доской и бисквит выравнивается. Заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 5-6 часов. Готовим клюквенный слой. Нам понадобится 300 грамм клюквы, у меня замороженная, предварительно ее не размораживала, просто промыла. Пробиваем немного блендером, добавляем к клюкве 100 грамм сахара и 13 грамм крахмала. Перемешиваем и ставим на огонь. Варим примерно 3 минуты, чтобы растворился сахар и клюква немного подтаяла. Пробиваем все хорошо блендером, на этот раз до однородности, чтобы не было крупных ягод. Аккуратно, горячая и клюква плюется. Варим еще 4-6 минут до загустения, не забываем помешивать. Накрываем пищевой пленкой в контакт и остужаем. После остывания джем еще загустеет. Готовим крем. 550 грамм творожного сыра, сливки 200 грамм 33%, сахарная пудра 150 грамм. Взбиваем все миксером до плотной массы. Не забываем снимать крем с боков миски. Чтобы крем взбивался более равномерно. Когда крем стал густым, перестаем взбивать. Я перекладываю крем в кондитерский мешок. Так удобнее наносить на торт. Достаем готовый бисквит и делим на 3 коржа. Для пропитки я взяла теплое молоко 200 мл. И 1 столовую ложку сахарной пудры. Также можно приготовить клюквенный сироп. Его рецепт я оставлю в описании. Собираем торт. Я собираю в кольце. На низ укладываю верхнюю часть бисквита. То есть верхний корж. Так торт будет более ровным. А неровности бисквита совсем будут не видны. Корж хорошо пропитываем. Наносим крем. Крема не жалеем. Из крема делаем бортик. А в середину укладываем клюквенный джем. Клюквенный джем делим на 3 части. Крема также нам должно хватить на прослойку коржей. И на то, чтобы обмазать торт. Укладываем второй корж. Не забываем его хорошо пропитать. Наносим крем. Распределяем его равномерно. И делаем бортики. Теперь распределяем клюквенный джем. Также не забываем пропитывать верхний корж. Переворачиваем и закрываем торт. Все подровняли. Накроем торт, чтобы он не заветривался. И убираем в холодильник на 5-6 часов. Аккуратно достаем. И теперь оставшимся кремом покрываем торт. Очень удобно это делать на поворотном столике. Но я делаю из подручных средств. Торт выравниваем. Также крема у меня хватило на украшение. Крему я добавила совсем капельку клюквенного джема. Для красоты. И посмотрите, как красиво получилось. Делаем бортик. Я делаю это с помощью насадки. А в середину укладываем оставшийся джем. Равномерно распределяем, чтобы было все ровно и красиво. Также бока я смазала совсем немного клюквенным джемом. Для красоты. Растягиваем его, чтобы выглядело это более красиво. Вот что получилось. Ставим торт в холодильник. И пусть он ждет своего момента. Теперь можно резать. Посмотрите, как нежно он режется. Пропитался просто замечательно. Ммм, красота! И внешний вид и вкус просто супер! Мне очень нравятся торты с различным джемом. А с клюквой просто самый любимый. Посмотрите, какой он нежный. Я очень рекомендую вам его приготовить. И делать это совсем не сложно. Я уверена, вы справитесь. Понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А если вам нравятся рецепты в текстовом формате, то в описании вы найдете ссылку на мой канал Яндекс.Зен. Субтитры сделал DimaTorzok